Сегодня в Ханты-Мансийске открылся чемпионат России по смешанному боевому единоборству. В Югру приехали 109 бойцов, которые разыграют чемпионские пояса в 10 весовых категориях. Масса тела спортсменов колеблется от 52 до 120 килограммов. Это второй турнир такого уровня, который проводят в Югре. Первый состоялся в 2014 году. За это время в округе выросла целая плеяда сильных бойцов. Только в окружную сборную входит порядка 200 человек. 13 из них участвуют в нынешнем турнире. Параллельно с чемпионством России проводятся неофициальные всероссийские соревнования по ММА среди женщин. Здесь за медали борются 26 спортсменов. Мы дружим, думаю, как минимум, потому что очень похожи ММА и Югра. Сильные – сильные, добрые – добрые, профессиональные – профессиональные. Идем дальше, развиваемся. Сейчас это будут перед вами выступать лучшие спортсмены. И я вам скажу так, будучи самым спортсменом и сейчас занимаясь тренерской деятельностью, спортсмен может не слышать своих тренеров из угла, но он всегда слышит и чувствует зрительскую поддержку. Поэтому я вас прошу поддержать наших ребят, ну и насладиться красивыми боями. Участие в чемпионате страны открывает для спортсменов возможности мировых стартов. На данный момент членство Союза ММА России и Международной Федерации Единоборств приостановлено, но ситуация с допуском спортсменов на чемпионат мира 2024 года может измениться буквально на днях. Сейчас обсуждается это решение. Кроме того, запланированы международные турниры в Санкт-Петербурге, Объединенных Арабских Эмиратах и Киргизии, где достаточно, там тоже смогут принять участие российские спортсмены. Также такой международной площадкой для поединков выступит и Кубок Содружества в Ханты-Мансийске. В любом случае, этот международный старт, его нельзя тетять. Он у нас очень топовый во Всемирной Федерации ММА. Тем более, он один из статистически сложившийся такой. Он 10 лет проводится здесь. То есть, его ни в коем случае нельзя тетять. Его надо сохранять. Мы бросим все усилия, чтобы привести как можно больше стран на Кубок Содружества. И Министерство спорта идет нам навстречу, чтобы было присвоение первых и вторых номеров, чтобы было присвоение мастер-спорта международного класса.